22 марта 2017 года вечернее время на автодороге город Камышлов, город Сухой Лог, в городе Сухом Логу на улице Кунарской водитель Смолин в нарушении требований правил дорожного движения, не имея прав управления, а также находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования сотрудников ДПС, совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 3 человека и один получил тяжкий вред здоровью. 23 марта 2017 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса. По результатам расследования данного дела, дело было передано в Сухоложский городской суд. 4 сентября 2017 года Смолин признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселения. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде запрета управлять транспортными средствами в течение 3 лет. По данному же делу были удовлетворены исковые требования потерпевшего о возмещении причиненного вреда здоровью данным преступлением. Максимальное наказание за данное преступление законом предусмотрено в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Но с учетом того, что Смолин активно способствовал раскрытию преступления, а также в ходе расследования он возместил в добровольном порядке 100 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, судом эти обстоятельства были расценены как смягчающие обстоятельства. И в силу закона наказание было смягчено до 2-3 максимального срока наказания. Именно поэтому Смолин и получил такое наказание. Кроме того, судом было выяснено, что он воспитывает несовершеннолетних детей, работает, где положительно характеризовался. Кроме того, преступление, предусмотренное статьей 264, относится не к умышленным, а к деянию, совершенное по неосторожности. Поэтому лица, которые признаны в совершении данных преступлений, отбывают наказание не в исправительных колониях общего или строгого режима, а в колониях поселения.